Итак, нас будут интересовать некоторые вещи. Нас будут интересовать некоторые вещи. Итак, 26 глава, вернемся, бытия. И нас будет интересовать за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедовано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Нас это будет интересовать. Значит, что нас интересует? Нас интересует следующее. Какие законы, уставы и повеления были у Авраама? Какие законы, уставы и повеления были у Авраама? Ведь, читая послание к римлянам, мы можем увидеть следующее. 4 глава, 15 стих. Ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления. Итак, где нету закона, нет преступления. Потому что понятие греха – это преступление против закона. Где нет закона, нет и преступления, нету греха. 5 глава, 13 стих. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нету закона. О каком законе идет речь? Можно несколько точнее охарактеризовать? Закон не совести? А было время, когда не было закона совести? А? Когда? Итак, вы считаете, что если написано, ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления. Это имеется в виду закона совести? Где нет закона, нет и преступления. Там, где нет закона в совести, потому что все было написано в сердце пока. Какие были законы? Только то, что внутри было записано, то, что понимал человек, хорошо или плохо. Относительно. А было такое время, когда такого закона не было? Ну, я не берусь утверждать, но думаю, что было. А когда такое время было? Мне кажется, до Ноева потопа. Ага, я понял. И тогда, ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменялся. То есть до Ноева потопа грех не вменялся. Да, но мне так кажется. Грех не вменялся. За что же тогда утопили? За то, что не услышали Божьего человека, который пришел. Нет, грех не вменялся. Мне кажется, что Бог просто сам воскребил, посмотрел, что творится на земле. Еще раз, грех не вменялся. Я так понимаю, что совесть была всегда. Просто закон, он появился тогда, когда его написали. Тогда он стал законом. Да, это сенатский язык. Ну да. Окей. Давайте попробуем открыть послание к римлянам. Первую главу. 18 стих. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечесть и неправду человека, в подавляющей истину неправду. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Давайте посмотрим, что здесь написано. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечесть и неправду человека, в подавляющую истину неправду. Что они делали? Они подавляли истину неправду. Откуда они знали истину? Нет. Еще раз. Откуда они знали истину? Да, написано. Потому что, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Откуда они знали истину? От Бога. Отлично. А с какого момента в истории человечества они знали эту истину, которую Бог им явил? От создания мира. Так говорит нам Писание? Было ли тогда время, когда эта истина была от них сокрыта? Получается, что не было? Понятно, о чем идет речь? И мы видим о том, что любое слово Творца, обращенное к творению, оно является законом для кого? Творения. Каким образом Бог дал все уставы всем светилам? Слово он сказал. Как это ни странно, ходят до сегодняшнего дня. Правда, в правилах были исключения. Очень важное замечание. Многие люди думают, что система замкнута. То есть, он ее сотворил и не может вмешиваться. Понятно, да? Он теперь может как бы только со стороны наблюдать. Вмешиваться не имеет права. Ничего подобного. Мы знаем о том, что когда Иисус с нами сказал, солнце, встань над Гавоном, солнце что сделало? Стоило. Один из хороших царей в Израиле. Нет, не Давид. Попросил свидетельства того, что он будет исцелен. И пророк его спросил, что хочешь, чтобы тень пошла вперед или назад по ступени? Говорит, ну вперед это легко. Вперед, говорит, легко. Давайте назад. Давайте, чтобы вся Вселенная, все планеты начали двигаться куда? В обратную сторону. Бог говорит, ну нет проблем. Ради одного человека все начало двигаться. Закрытая система? Он может вмешиваться в естественный ход процессов, так как он это считает нужным. Он установил эти законы. Но когда необходимо, он может вмешиваться в ход вещей. Понятно, да? Итак, он говорит человеку, не ешь от дерева познания добра и зла. Это закон? Ну какой же это закон? Он же специальным образом не оформлен. Вот если бы он пришел и сказал, так, внимание, идите сюда. Да, я предупреждаю, сейчас отсюда будет происходить закон. Вот это было бы по-настоящему. Вот так, чтобы я проходил мимо, просто сказал. Какой-то закон. Но мы видим о том, что был закон, который что человек сделал? Нарушил. Причем нарушил его осознанно. Зная о том, что нельзя, он сделал все равно по своему усмотрению. Он воспользовался свободой воли, не так, как хотелось бы. Он узнал разницу между добром и злом. Но дорогого эта разница стоила. Знание разницы между добром и злом. Понятно, да? Добро может существовать самостоятельно. Зло – зависимое понятие. Понятно, да? И последствия нарушения закона пришли в жизнь Адама и Хавы. Или Ел. Дальше мы видим историю Каина и Авеля. Каин был предупрежден о том, что смотри, грех. А грех – это что у нас? Нарушение закона. Лежит у дверей. Были последствия? Были последствия? Ной. Поколение Ной. Были последствия? Были. И написано, что всякая плоть, что сделала? Извратила путь свой на земле. Извратить можно, зная только как правильно. Если вы не знаете, как правильно, извертить нельзя. Один человек сказал, что если есть отвес, можно определить что-то. А если отвеса нет, то трудно определить, стенка кривая или прямая. Понятно, да? Итак, первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 4 стих. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Понятно, да? Третья глава, 4 стих. Грех есть беззаконие. Нарушение закона. Здесь понятно все? Понятно, что такого времени не было на земле, когда не было закона совести, потому что Бог дал его человеку, начиная от сотворения. Истина была узнаваема и достижима. Во многих религиозных системах истина неузнаваема и недостижима. Понятно, да? Многие люди говорят, истину познать невозможно. Вот она есть, но узнать ее нельзя. А для нас истина, она открыта, потому что Бог ее что сделал? Открыл для человека. Поэтому мы ее можем узнать. И не только мы можем узнать его правду, его истину, но мы можем ее исполнять. Мы можем жить в соответствии с тем, что он нам открыл. И нам дана свобода воли для того, чтобы выбирать, следовать его путями. Здесь понятно, да? Здесь все понятно? Окей. Итак, мы разобрались немножко с законами. Разобрались с тем, какие они были и когда. Разобрались с разницей между заветом Авраама и заветом Синая с обрезанием, да? Что одно и то же действие отождествляло в разные периоды времени людей с различными заветами. Рожденный в доме Авраама, обрезанный на восьмой день, отождествлялся с каким заветом? Авраама. Семнадцатая глава. Понятно, да? Теперь, когда мы смотрим на завет Синая, мальчик обрезанный на восьмой день, еврейский, отождествлялся с каким заветом? Авраама. А верующие из других народов, которые хотели присоединиться и обрезались, тогда, когда они хотели присоединиться и участвовать в Песахе, отождествляли с себя уже с каким заветом? С Синаяским. Но не с заветом Авраама. Действие одно и то же, но заветы при этом различные. Понятно, да? Действие одно и то же, но одно совершаемое над ребенком на восьмой день, другое совершаемое взрослым человеком, выражающее свое желание присоединиться к народу. Понятно, да? Внешне одно и то же, но совершается в одном случае неосознанно. Ребенок, ты же, не понимаешь, что они сделали? Он каким-то образом может сказать, слушайте, родители, я хотел бы, чтобы на меня на восьмой день трудно себе представить такого вундеркинда. Понятно, да? С другой стороны, мы понимаем, что это осознанное решение взрослого человека. Есть разница, да? И отождествление с различными, соответственно, заветами. В одном случае с заветом Авраама, в другом случае с заветом Синая. Это будет важно нам понимать. Почему? Потому что, когда апостол Шеул говорит, вы не имеете права прибавлять чего-то, то он понимал, о чем идет речь. Пришли иудеи, которые говорят, вам проповедовано не все, Евангелие. Не все. Вам не достает части, которая называется бритмела. Понятно, да? А он говорит, нет, то, что я вам проповедовал, это все, Евангелие. Ничего добавлять, изменять в этом Евангелии нельзя. И даже если я или ангел с неба вдруг решит что-то поменять, анафема. Понятно, да? И мы смотрели о том, что события обращения апостола Шауле недалеко отстоят от обращения Корнили. И мы говорили о том, что Корнили это был человек, боящийся Бога. Это был человек, который не стал под завет Сина. Боящийся Бога, это те люди, которые верили в Бога Абрама как и Акала, жили в соответствии с частью закона, который они брали на себя исполнять, но не исполняли весь закон, потому что они не становились под обрезанием. По различным причинам. Ну, он был сотник херестового полка, и мы говорили о том, что римляне не любили в армии безбожников, атеистов. С их точки зрения, евреи были атеистами, они не верили в Бога. Были безбожниками, ненадежные люди. И поэтому, в общем-то, или по каким-то другим причинам, он был боящийся Богом, но не обрезан был. Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творящим милостой. Много милосты не народу. Какому народу? Это когда они решили построить Вавилонскую башню. Сыновья Израиля были? Нет. А Бог исчислял народы по какому числу? Сынов Израиля, которых еще и не было. Израиля не было. Авраама еще не было. Израиля не было. А он уже исчислял все народы по числу сынов Израиля. Интересно, да? Уже тогда, когда их не было, они уже влияли на ход мировой истории. Любопытно. Еще евреев не было, они уже влияли. И сколько сынов Израиля? Сколько народов? Праздник у нас называется какой? Когда приносится? Суккот. 70 жертв по числу народов. На суккот. Праздник каких людей? Суккот. Профессиональный праздник кого? Праздник искупленных. Праздник искупленных. Торжество искупленных. На емке пур. Происходило искупление. И через четыре дня начиналось торжество. Кого? Искупленных. И естественное желание. Естественное желание искупленных ходатайствует за тех, кто не пережил искупление. И они приходили и приносили жертвы за народы, которые не знали Бога. Если мы, познав искупление, не ходатайствуем за неискупленных, то, очевидно, мы не понимаем, что мы пережили в своей жизни. Потому что естественное желание для людей, переживших искупление, ходатайствует за неискупленных, за другие народы. Профессиональный праздник всех новозаветных верующих. Потому что мы искуплены. Суккот – это наш праздник. Многие говорят, это еврей. Интересно, а вы не искуплены? Суккот – это праздник искупленных. Понятно, да? Итак, он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему – Корнилий. Он же взглянул на него, испугался, сказал – что, Господи? Ангел отвечал ему – молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Слушайте, ничего себе язычник. Евреи считали этого парня как кем? Язычником. Гаим. Другие, все другие народы. Он в том числе. Он не наш. Он не еврей. Он не часть народа Божьего. Он гой. Он язычник. Но сегодня нечасто можно встретить людей, к которым приходит ангел и говорит – хотел тебе сказать, дорогой, молитвы твои, милостыни твои пришли на память перед Богом. Есть тут у нас такие люди, к которым ангел приходил и говорил – друг мой, то, о чем ты молился, пришло на память перед Богом. Но к Корнилию пришел ангел. Да? Пришел? Пришел. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоторого Симона Кожевника, у которого дом находится при море. Там есть сейчас большая церковь. Якобы там этот дом был. Где это находится, кто-то знает? Иопия. В Греции еще варианты. Где Иопия находится? У берегов Галилейского моря. Хорошо. Уже не в Греции, уже на берегах Галилейского моря. Еще варианты. Галилейского? Ну, явно на море. Это спасибо. Тут написано, что при море. При каком море, не совсем понятно. В Израиле сколько морей? Это какие, простите? Галилейское, да. А Мертвое море есть там? Скажите, пожалуйста, а Средиземного моря там нету? А Красного? Красное море никого в отношении к Израилю тоже не имеет? Ну, Эллад, простите, где находится? А, так сколько у нас уже получилось? Четыре. У нас их есть. Этих морей просто завались. Так возле какого моря? Ага, Средиземного. А поточнее, где Иопия находится? Что ж такое? Согласен. Где? Не слышу. Иофия, и Яфа в Палестине. Так, мы уже выяснили, что оказывается сок Яфа, он имеет какое-то отношение в Палестине, в Палестине. А еще можно точнее. Палестина – это Израиль. Ну, ну. Правда? Да возле Тель-Авива. Он примыкает практически к Тель-Авиву, город Яфа. По побережью с левой стороны. И там есть церковь, которая, в общем-то, по преданию, там находился. Ну, в церкви. Правда, там был тогда дом Кожевника. К этому городу имеет еще пророк Иона некоторое отношение. Ну, иногда надо ориентироваться вам по библейским местам, да? Итак. Он гостил у некоторого семена Кожевника, у которого дом находился при море. Выяснили, Средиземное. Он скажет тебе слова, которые спасешься ты, и весь дом твой. Тогда ангел, говорившись с Корнилем, отошел недалеко. То он призвал двоих своих слуг и благочестиво воина из находившихся при нем и рассказал им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они пришли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться и почувствовал волок, который хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление, так кушать захотелось, и видит отверстие неба, исходящее к нему. Некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающие птицы небесные. И был глаз к нему. Встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был голос к нему. Что Бог очистил, того-то не почитай нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Что Петр говорит? Я не ел никогда нечистым. Другими словами, Петр соблюдал закон о чистой и нечистой пище. Это понятно, да? Скажите мне, пожалуйста, апостолы приносили жертвы в храме? После того, как Ешо вознесся и жертвы перестали в храме приниматься, они продолжали приносить жертвы. Зачем? Жертвы принимаются? Они имеют сверхъестественное свидетельство о том, что жертвы не принимаются. Имеют? Какое? Я прошу обещания. Наверное, я повторю свой вопрос. Какое сверхъестественное свидетельство они имеют того, что жертвы не принимаются? Ленточками не надо называть нить. нити или шо там? Это новый мидраж? Где вы это прочитали? Где? Знаете, один, когда-то мой знакомый говорит, написано, своя рубашка ближе к телу. Я говорю, где написано? Говорит, ну это не в Библии. Это вам кто сказал? От кого? Кто? Кто рассказывал? Православный священник рассказывал, что написано в Талмуде? Я правильно понял? А он его читал? А? Я не имею против ничего Сергея Жирова. Меня интересует просто. насколько вы проверяете то, что вам рассказывают. И что? Я знаю, что вы знаете. Я знаю, что вы знаете. Еще раз. Это не свидетельство того, что жертвы перестали приниматься. И это не свидетельство того, что жертвы перестали приниматься. Это свидетельство. Но о чем я хочу сказать? Когда вы читаете что-то, или слушаете что-то, проверять это надо. Где? Откуда вы знаете, что что-то меняло свой цвет? Откуда вы знаете, что что-то вообще по сути своей меняло свой цвет? Откуда вы знаете? О чем мы тогда говорим? Исайя, первая глава. Да. Оказывается, Исайя об этом что? Пишет. И он пишет ниже следующей. Он пишет вот о чем. Что оказывается, есть определенные условия принятия жертвы. Есть определенные условия, которые должны соблюдаться, чтобы жертва была принята. Некоторые люди, глядя на жертвы, приносимые в Синайском Завете, думают, что эти жертвы, они обладали неким магическим свойством. Что если жертву принести правильно, в правильном месте, то она, безусловно, будет принята. Понятно, о чем я сказал? Вы знаете о разборе, почему не было принято жертва Каина, а жертва Амина была принята? Почему это так произошло? Почему жертва была принята? Потому что правильно принесена правильная жертва. А Каин принес неправильную и неправильную жертву. Да? Получается. Так не получается. Да, это хорошая теория того, что Каин принес от продукта проклятой земли. Поэтому, в общем-то, Всевышний хотел, конечно, принять, но просто не мог. Правильно? А потом, как-то спустя время, подумал и сказал, ладно, приносите хлебную жертву, принесу. Приму. А хлебная жертва, я прошу прощения, это был продукт не проклятой земли. Снопами потрясающе. Как с этим? Многие люди забывают мелкие подробности. Он принял Авеля. Открываем четвертый угол. Догадываетесь, в какой книге? Это откровение, да. Книга Бытия называлась. Это откровение. Надо открывать книгу Бытия. Чего написано? Кого принял? Кого принял? Я же просил читать. Прочитали? Кто впереди стоял? На Авеля и на дар, а на Каина и на дар его, не призрел. Кто впереди стоит? Человек или дар? А мы открываем евреям 11. И веруя Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Бог свидетельствовал о чем? еще раз. Бог свидетельствовал о чем? О вере. Получил свидетельство, что он праведен. Как Бог засвидетельствовал о дарах. Свидетельствовал о дарах, о том, что он что? Праведен. А праведен он почему был? Потому что верил. И верой он принес Богу жертву лучшую. И Бог посмотрел на эту веру, засвидетельствовал о его праведности через веру и засвидетельствовал через принятие дара. Так что тут впереди стоит дар? Человек и его вера. И дары стоят как способ засвидетельствовать о вере и праведности человека, пришедшего к Богу. Есть разница? Вы сами же мы читаем. к чему мне множество жертв ваших говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овну и туком откормленного скота и крови тельцов и акцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться предлицом моего, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячие, субботы, праздничных собраний не могу терпеть беззаконий и празднований. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремят для меня. Мне тяжело нести их. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слушаю. Ваши руки полны крови. Всевышний говорит о том, что они приходят в положенное место, приносят положенные жертвы, а он их что? не принимает. Они противны для него. Но послушайте, мы пришли туда, куда надо прийти. Мы принесли то, что ты повелел принести. Он говорит, а кто вас вообще сюда просил приходить? Говорит, зачем мне это? Я не принимаю этого больше. Почему? Потому что ваши руки полны чего? Крови. Он говорит, омойтесь очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши как багряные, как снег, убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну, убелю. Вот что говорилось о той жертве, которая приносилась на Йом-Кипур, о жертве искупительной на Йом-Кипур, о жертве, которую знает множество людей неверующих. Выйдите на улицу и спросите, знают они про козла отпущения или нет. Знают, и никто не хочет им быть. Понятно, да? И мы знаем о том, что на Йом-Кипур приносилась специфическая жертва, на самом деле. Она приносилась за грехи неведения народа. Грех неведения это грех, за который невозможно было что сделать? Покаяться, потому что грех, покаяние за грех предусматривает знание, осознание, отвращение, принятие решения, исповедание и исполнение ранее принятого решения. Если вы не знаете, то вы можете извините, осознать. Если вы не знаете, вы можете пережить отвращение. Если вы не знаете, вы можете принять решение. Если вы не знаете, вы можете ли исповедовать этот грех и больше его впредь не делать. Можете вы это делать? Нет. Поэтому для этого предусматривалась специальная жертва за грехи неведения. И эта жертва, она иногда принималась, а иногда, извините, не принималась. Если человек приходил и приносил жертву за свои грехи, то нужна была вера этого человека, и по его вере его грехи покрывались. Понятно, да? То есть здесь нужно было сверхъестественное знамение, потому что это касалось состояния всего народа. Эта жертва была приносима за весь народ. И не всегда она прощалась, принималась, потому что здесь нужно было правильное состояние всего народа. Домашнее задание понятно? Тогда всего доброго!